Этот чудо-комбайн может всё. Резать, измельчать, выжимать сок. Он сделает всё. Вам нужно только помыть продукты. Даша, привет. Я пришла похвастаться своим новым платьем. Ничего, платьица. И удобная, как халатик. Даша, это и есть халатик. Платье вот. Фурор. Это мой сюрприз для Толика. На сайте Мир Порока это платье было признано самым развратным. Да не, я говорю фурор. Как образованная женщина не может знать своего размера? А что, так заметно, да? Ну, понимаешь, я просто перепутала размеры. Хотела заказать платье поменьше, а кое-что другое побольше. Понимаю, понимаю. Ну, в общем, в любом случае, не платье, а не то другое маленькое и бесполезное, обмену и возврату не подлежит. Авария? Пойдем посмотрим. В нашем доме так ездит только один придурок. Черт, вы тормоза. Слетели окончательно. Пришлось тормозить абаки. Да, кстати, гляньте, как там Ромка, а то он через лобовуху вылетит. Я надолго. Слушай, а платье-то ничего, а? У меня было похоже на выпускной. Мне тоже очень нравится. Как ты думаешь, может, ушить? У меня есть идея получше. Туай. Вообще-то, Даша, это мое платье. Лена, ну ты же знаешь, Гена меня совсем не хочет. А в таком виде у меня есть шанс. Ну, а я-то здесь при чем? Платье, между прочим, денег стоит. Леночка, ну, после секса Гена иногда принимает душ и меняет носки. Ну ладно, платье твое. Ты настоящая подруга. Так на моем месте поступил бы каждый, раз дело касается Гениных носков. Нет, головам неплохо. Вызовите скорую. Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза И слова припомню все и снова повторю Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал Кто придумал, что тебя я не люблю Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе В берегу твой голос в сердце в моем Звучит звенья, нет, никогда я тебя Разлюбить не смогу И ты люби, ты всегда Люби меня Ты всегда Люби меня А, куда это вы его? Ах, хотя все равно Осторожнее там Ну, Гена Против этого Ты точно не устоишь Эх, пустым постам Моя коробочка Нет в ней Ничего в ней нет Теперь можно и поесть Гена Денег нет Не дам Не проси Ты ничего не хочешь сделать? О, да На журнальном столике мы с тобой этого еще не делали Ты права Сегодня буду есть прямо здесь Неси Ну что, доктор, я буду жить? Молодой человек, вы абсолютно здоровы Ну, правда, если не считать цинги Так что не волнуйтесь, ваша жизнь вне опасности Пока я снова не сяду к папе в машину А что с моей головой? Ну, снимка показала, что с головой у вас все в порядке Если не считать вот этого А что это такое? Доктор, у меня что, опухоль носа? Вот посторонний предмет, который мы извлекли из вашего носа Так это же мой солдатик Я потерял его еще в детстве Где я его только не искал А он все это время был у меня под носом А что это за запах? Спирт? Да, действительно Спасибо, а то может выветриться А это чем пахнет? Мятой? Доктор, похож вы сели на жвачку Нет, черт, действительно Ух ты, я чувствую все запахи Раньше я только иногда чувствовал запах папиных носков Но я об этом никому не говорил Потому что все уже в этот момент были в обмороке А что, уже обед? Ммм, котлеты Слишком много перца добавили С ума сойти Столовая через три этажа отсюда Офигеть Теперь я буду крутым, как парфюмер из фильма В дикой природе На одну самку Приходится до восьми самцов Которые спариваются с ней До двадцати раз в день А то и все Трицы Даша, привет Офигеть А почему ты плачешь? И почему ты так одета? Лена Мне нет для кого больше быть красивой А? Гена умер Пойду открывать шампанское Нет Просто в последнее время он перестал обращать на меня внимание В последнее время? А что было раньше? Вы были незнакомы? Ты представляешь? Я надела это платье Ходила перед ним весь вечер Крутилась, крутилась Как этот червят на сковородке А он у меня даже внимания не обратил Приманка не работает Даша, такую рыбу, как твоя приманка, не возьмешь Ее надо веслом глушить Ай, чёрт! Кто убрал мусорку? Поехали от пирса! О, твоя лягушонка в коробчонке прискакала Я, пожалуй, пойду Привет, Гена Слава богу, я ухожу Хоть что-то приятное за сегодня Хотя жалко, что курица убегает прямо с ужина Куда тебе есть бочонок с пивом? Ты и так ниже своего живота ничего не видишь Там всё при виде тебя спряталось Ку-у-у Дашка Чё-то ты на удивление сегодня хорошо выглядишь Подстриглась? Гена, если ты думаешь, что я истратила деньги на парикмахерскую То нет Я купила новый туш Да нет, чёрт возьми Сегодня действительно неплохо выглядишь Даже странно Я неплохо выгляжу? А если так, то... А чё это ты так тепло оделась? А? Потеешь и худеешь? Да что-то холодно как-то стал замёрзнуть Да? Так давай я тебя согрею Дашка Ты похожа на бабушку На красивую молодую бабушку Надеюсь, бабушка приготовила мои любимые булочки Гена, мои булочки всегда для тебя готовы Совсем что ли фигела? Сейчас по телеку фибо начнётся Она здесь своей выпечкой трясёт Этот феномен может вас заинтересовать Да? Кто этот? Так это же Букин Здорово, феномен! Здрасте Представляете, я чувствую всё, что происходит вокруг В восьмой палате надо сменить утку А в третью кому-то принесли водку В четвёртую цветы Гвоздики Причём четыре И одну астру А на первом этаже лежит канистра медицинского спирта А вот тут вы ошиблись На первом этаже лежит наш сторож А вы позавчера ели оливье Не, оливье я ел сегодня Странно От вас пахнет позавчерашним оливье Да? Слушай, Букин У тебя отличный нюх Да Раньше я с трудом мог отличить запах мамины еды От запаха папиных ботинок А теперь я чувствую все запахи Рома А хочешь работать у нас, в милиции? Кем детективом? Неа, ищейкой Даш Даш, ты отлично выглядишь Глядываешь, я хотел сказать, да? Чёрт возьми, Дашка, ну ты действительно отлично выглядишь Какое странное чувство Я никак не могу вспомнить, что это Похоже на чувство, которое я испытываю в стриптиз-баре О, Господи Даша, я хочу тебе Сейчас ты узнаешь, что такое секс-марафон по-букински Он пройдёт под музыком Сильнее, громче, кричи Вот, Ирина, знакомься Твой новый питомец Рома, познакомься, твоя начальница Ирина Мальчик, а где твоя собака? Так он и есть собака Настоящий служебный кобель Ты посмотри, что он умеет Рома Сегодня на завтрак вы ели шаурму И попытались заживать её апельсиновой жвачкой Но вы не учли одной маленькой дырочки В верхнем третьем зубе, куда попали остатки пищи Так достаточно, я вам верю Талантище, талантище Рома, ты моя любимая собака Ну, конечно, после комиссара Рекса Так, к делу На прошлой неделе был ограблен ювелирный магазин Вот, это детский ботинок Всё, что осталось на месте преступления Но не могли же дети Украсть драгоценности на 650 тысяч рублей Не могли Так, звери, работайте Работайте, нюхайте Ну, нюхайте Нюхайте Ай, тупые шавки, дайте мне За дело берётся профессионал Этот ботинок носил не ребёнок Это был лилипут Причём несчастливый в браке Ты это что, по запаху определил? У детей обувь пахнет цветочками А это пахнет, как у моего отца Так, так, так На прошлой неделе в нашем городе гастролировал цирк лилипутов Ты гений, Рома Ну, вперёд Вот это да Вот это нюх Молодец Прям как у собаки Вот Вот, учитесь Учитесь За это тебе положено Колбаска Тут ещё и кормят Ха Так выгоните всех этих собак Я за их паёк вам Бирюзовского найду Таша, привет Я заказала себе новое платье Я решила, что ловить на приманку Это долго и скучно И чтобы поймать действительно крупную рыбу Понадобится крупная сетка А И ты думаешь, что это сработает? Да сквозь эту сетку и кит пройдёт Не говоря уже про твоего карася Ну я надеюсь, что сработает Иначе придётся браться за динамит Лена, ты не понимаешь Мужчинам нравится то, что они не могут получить Они хотят посмотреть на то, что не могут увидеть Ты не оставляешь им места для фантазии Вот посмотри на меня Я сплошная загадка Даша, загадка это то, почему тебя до сих пор не забрали в дурдом в этом костюме Ой, а то, что ты говоришь, это полная ерунда Да, но из-за этой ерунды у меня совсем не осталось времени на телемагазин Лена Сплошной секс-террор Вот сейчас придёт Гена с работы Ты сама в этом убедишься Даша, Гена не заметит голую Мерлин Монро Которая встанет между ним и холодильником с пивом Лена, вон, Даша, ко мне Да нет, это полный бред Не, наверное, Гена просто хочет спать И это всё на... Алло, это военторг, а у вас есть костюм химзащиты? Он мне нужен, чтобы заняться с мужем сексом Сами вы извращенцы! Привет, мам, хорошие новости! Во-первых, я выписался из больницы Из больницы? А ты что, болел? Вообще-то я в аварию попал с папой Головой ударился А-а-а, мне Лена что-то рассказывала В общем, у меня открылся уникальный талант Даша, ну ты готова? Да, дорогой А чем-то так воняет Да, что я уже иду А-а, понятно Ладно, мам, я пойду, у меня там дела Папе привет Ну чего ты ещё не в постели-то, а? Тут Ромка приходил Такой, Рома, как ты можешь думать о чём-то, кроме секса? А-а-а! Гена, я так соскучилась Гена, я так соскучилась Гена, я так соскучилась Награждается сидеть Сидеть, сидеть, сидеть Молодец Умница Рома Букин, ты награждаешься этой медалью и получаешь звание Друг человека за помощь в поимке маньяка-осенизатора А также за разоблачение банды мусорщиков, похищавшей милиционеров Держи Ну и отдельное спасибо за то, что нашёл все грязные носки у меня дома Шеф, у нас ограбление банка Вот всё, что нашли Ну-ка, дайте посмотреть Пахнет мариной То есть резиной Ну, это пахнет игрушками Такие есть только в одном интим-салоне Поверьте, я знаю Так Я на задании в интим-салон За мной Молодец Молодец Хороший мальчик Если бы у меня был хвост, я бы им завилял Ты хочешь сказать, что это не хвост? Встретимся тут ночью И не забудь помыть лапы Моя дикая собака Динга Даша, привет Лена Это ужасно Да Этот костюм настоящий кошмар Я хотела испробовать его на Толике Но мне повстречался начальник с Жекой И заставил меня заваривать забор Меня чуть током не убило Нет, Лена, ужасно другое Я никогда не думала, что скажу это У меня слишком много секса Лена, я создала чудовище Которое невозможно остановить Даша, а ты разве не обратила внимание? Ты жила с ним всю свою жизнь О, Господи Это Гена идет Я не хочу больше Последний раз я так не хотела секса Только перед первым своим разом Даша Даша, ты куда? Черт, а вы бабки еле бегают О, Даша Поставь меня, идиот Давай, давай, давай Ты знаешь, как меня завести Назови меня, как я люблю Вонючие животные О, да Да поставь меня Это я, блин Лена Я не умерла от отвращения Только потому, что на мне был этот защитный костюм Я не могу поверить, что я до тебя дотронулся Как это отвратительно Теперь придется нарушать график И мыться второй раз за месяц Заткнись сейчас же Еще одно слово Я подам на тебя в суд за попытку изнасилования Давай, давай, давай Вали отсюда Все равно тебе никто не поверит Даже если ты останешься последней женщиной на земле Потому, что тебе никто не поверит, что ты женщина Гена, что это было? Да ничего приятного Я дотронулся до Лены А что ты еще не одета? У меня есть идея получше Сейчас я устрою тебе небольшое шоу Да ж не надо Мне после полены и так плохо Даша, я прошу тебя Меня же сейчас тошнит Даша, я предупреждаю Не вздумай с ним Привет Выглядишь как будто только что надули В смысле, как новая Блин В общем, хорошо Спасибо Ты тоже выглядишь как племенной кобель Ну-ка, самец-производитель Покажи мне свою стойку А что с тобой, такое тебе плохо? Ветеринара может позвать? Нет, нет, нет Наверное, я просто немного простудился, когда спал на коврике А что, у тебя новые духи? Да, тебе нравятся? Да, очень А из чего они? Да не знаю, обычные духи Это не важно Иди ко мне Сейчас я только шнурок завяжу Ты развяжи лучше это О-о-о Как же я забыл про цветы О, цветы, но это было не обязательно Что происходит? Я тебе что, не нравлюсь? Да нет, нет Нравишься Ну Ром, ну что случилось? Ты, наверное, и гей Ты не переживай 15% животных тоже гей Да не гей я Ты зафил Я видела, как ты смотрел на каштан Да нет Просто я Подожди Подожди Ну, понеслась Ну-ка, фу, чего разгавкались? Ревнуют Сначала я увел у них работу А теперь еще и самку Тупые шатки Ой, Дашка, как хорошо, что все закончилось Еще бы немного, я бы умер от истощения Это точно Я сама с трудом могу ходить Даша, привет Ты из больницы, что ли? Да, знаешь, заходила туда узнать А если стерилизовать взрослого самца человека Он перестанет так вонять И вообще я не с тобой разговариваю Конечно, ты же не разговариваешь Ты кудахчешь Даша, я наконец нашла наряд Который точно понравится моему Толику А мне кажется, что лучше всего курица украшает В зелени жареная картошка Ген, заткнись Лен, ну давай уже, показывай, наконец Ни за что не угадаете Где ты, любимая? Я здесь, милый Посмотри, что на мне надето Ты выглядишь просто потрясающе Да, это все твои карманные деньги на месяц И я уже готов их отработать Пока, Даша Да, послезавтра Привет, мам Привет, пап Да, приятель Похоже, тебя не только обломали Но еще и пометили Кстати, прошу заметить Это мое место Твое место в шаурме Тупая шапка Я вот так и знала Что после школы Надо было все-таки поступать В этот универ... Сам Всем привет Я Саша Мам, а что у нас на ужин? Шесть видов салата Сырная тарелка Жульен Фаршированный картофель И мороженое на десерт Ух ты! Я буду жульен А я буду этот какой На десерт Дети, какие вы у меня смешные Это вас не касается Просто мы сегодня с папой Идем на корпоративную вечеринку Для работников торгового центра А как же мы? Да, мам, мы тоже хотим этот Фальшивый картофель Дети, вы думаете только о себе Как вам не стыдно? Ай-яй-яй, ай-яй-яй Светочка, ты не одолжишь мамочке Ну, какое-нибудь свое модное украшение? Не хочу быть похожа На жену продавца обуви Ну, не знаю, не знаю Уж лучше на жену продавца Чем на подружку сутенера Да Ой, слушай, мама Может тебе папа купит Какое-нибудь новое украшение? Света Он даже еще не знает Что мы идем туда вместе Я нашла приглашение Когда вытаскивала бумажник Нет, ну как можно доверять Этому человеку? Это бусы из тунисского можжевельника Он растет только в Африке Ты понюхай, какой аромат О, какая прелесть Ой, они так же чудесно пахнут, как и выглядят Ну почему Гена мне никогда ничего не дарит? Гена дарит тебе себя И, кстати, он тоже пахнет так же, как и выглядит Стой! Слушай, Толик, а ты не боишься, что Лена найдет этот подарок раньше времени? Ой, у нее такой нюх Она всегда четко угадывает Сколько дней мы не выносили в мусор Точно Точно, однажды она унюхала, что я пью пиво, когда мы разговаривали по телефону Что же делать-то? Я знаю Нужно спрятать их в такое место, где другие запахи Перебили вы их аромат Дай сюда У нас она их не почует Сто пудово! Ваш мусор, конечно же, твой Гена Отобьет любые запахи Точно! Да, Аш, спасибо Я у тебя в долгу Боже, о, какие бусы! К ним бы еще серьги такие же! Когда там у Лены и Толика? Годовщина-то? О, супер-музики! Где взяла? Твой отец подарил Сака, если кроме шуток Толик купил Лене на день рождения и попросил спрятать, чтобы та раньше времени не обрадовалась Ой, ну ты круто их спрятала! Тетя Лена точно не обрадует! Ну, я их взяла просто, чтобы поближе рассмотреть, чтобы они ласкали мою шею, ну, разочек сходить на вечеринку Я их не отдам, не отдам никому никогда! Да, круто ты на них запала! Да ладно, не парься, ну, нравится побрякушка, возьми себе! Да? Ну, я обещала! Ой, знаешь, что я делаю, когда пообещаю что-нибудь парню, а потом мне в лом? Ну? Ну, я им говорю, гуляй отсюда, придурок! Половил мою мысль? Ой, Господи, выход всегда есть! Бороться, искать, найти и раздеваться! Гуляй, придурок? Да? Ну, это же Лена! Да ну что? Ну, я не знаю, ну, придумай что-нибудь, ну, соври! О, знаешь, что? Прикинь, ты дурочкой! Между прочим, по жизни очень помогает! А что соврать? Ну, я не знаю, ну, первое, что попадется на глаза там, я не знаю, ну, что-нибудь... Знаешь что? Во-во-во-во-во! Скажи, что он подарит ей эту штуку, ну, который, ну, сверлит лед, ну, чтоб рыбу ловить! Бур? Да? При чем здесь бур? Ну, и что тут такого? И знаешь что? Вообще не мне тебя брать учить! Но Лена наша подруга, мы не должны разочаровывать подругу, мы должны сохранить прелесть для Лены! Гадкая Лена, она нас не любит, она считает нас глупой, неряхой! Прелесть! Вот кто наш друг! Вот кто нас никогда не предаст! Да? Но если мы оставим для себя прелесть, то тогда нас поймают и отберут прелесть! Заткнись и не скули! Я знаю, что делать! Прелесть будет наша! А, Даш, привет! Я только переоденусь и обратно в магазин! У нас сегодня большая ночная распродажа! А, я тебя люблю! Наглая ложь! Ладно, я тебя терплю! Стоять! Значит, говоришь, большая распродажа! Да! Большая! Грандиозная! На убивь сорок первого размера! Ты представляешь, какие чудовища там соберутся! Да еще и посреди ночи! Да, и самый наглый из них, это ты! Хотел без меня улизнуть! Ладно, Даш, я просто не хотел тебя напрягать! Я же знаю, как ты ненавидишь жен продавцов! И я с тобой полностью согласен! Нет ничего пакостнее, чем общение с этими крашенными, вертлявыми дурами! Да пофиг мне на общение, я хочу пожрать! Ладно, уйди! Тогда я остаюсь! Но ты же прекрасно знаешь, что без тебя меня туда не пустят! Знаю! Ген, тебе совершенно на меня наплевать! Ой, начихайте! Даша, привет! Толик просил не разговаривать с тобой до 25-го числа! А это как раз мой день рождения! Я подумала, что ты в курсе, что он мне подарит! Это наша прелесть! Никто ее не получит! Даша, ты меня слышишь? Ну расскажи, пожалуйста! Ну пожалуйста! Лен, а с чего ты решила, что он тебе вообще что-то подарит? То есть, нет, я хотела сказать, что он вообще тебе не собирался ничего дарить! То есть, я еще не передумала, что тебе сказать! Мне, в общем, надо Гену уговорить пойти со мной на вечеринку! Все, пока! До свидания! Даша, пошли! Я передумал! Если я тебя с собой не возю, Меш, будет не в чем тырить закуски! Кстати, о закусках! Что здесь делает этот куриный рулет, а? Пришла испортить мне аппетит? Геночка, а человеку, который вытирает оскатерть ушную серу, невозможно испортить аппетит! Ну что, если она отсюда сама не свалит, то я... Ген, ты что, заболел, что ли? Ты что? Я никогда не болею перед вечеринками! А, я поняла! Это ты подавился слюной! Ну ладно, Гену, не переживай ты так! Я пошутила! Но если мы прямо сейчас с тобой выйдем, то еще успеем урвать, кроме зубочисток и салфеток, маленькие остатки сладких булочек! Каш, на серьезно со мной какая-то хрень происходит! Наверное, аллергия! Ну и кашель! Да у него сейчас легкие разорвутся! Давай, Гена, не останавливайся! Слушай, Лен, а по-моему, он прикидывается, чтобы не идти со мной на вечеринку! Даш, ты что, забыла, что когда Гена прикидывается, он изображает подучую или амнезию? На этот раз с ним действительно что-то серьезное! Да? А как ты думаешь, это смертельно? Надежда есть всегда! Ну что же делать? Вечеринка через полчаса! Даже на твоем месте я бы никуда с ним не ходила! Но без него меня никуда не пустят! А с ним тем более! Что же делать? Ну, у тебя есть два выхода! Ты можешь вызвать врача, и Гена перестанет мучиться! А можешь не вызывать врача, и мучиться перестанем все мы! Гена! Ты завещание-то оставил? Ты ничего не получишь, кроме голодных детей! Алло! Скорая! Срочный вызов! Девушка, 18 лет, подвернула ногу, стонет! Так они быстрее приедут! Скажите... А-а-а! Какой ужас! Что ужас? Горло? Запах! Он задыхается от этого? Нет, от этого задыхаюсь я! Доктор, а вы можете ему помочь? Можем! Но для этого нужно выяснить, что в его окружении является аллергеном! Тогда мы сможем устранить это, и ему, возможно, станет лучше! А если не получится? Тогда вы умрете! Это я шучу! Хотя, возможно, и нет! Доктор, а эти аллергены, это что может быть-то? Да что угодно! Мыло, шампунь! Ха-ха-ха! Это исключено! Гены у нас таким вещами не пользуются! Ну, тогда это могут быть любые продукты питания! Тоже исключено! Для этого нужно, чтобы я питался! Доктор, может, ну, вообще не аллергия? Нет-нет-нет! Аллергиков я вижу с первого взгляда! К тому же, даже пустой холодильник может стать рассадником бактерий! Или тифа! Что в вашем случае, вероятно! А в этом белье находится столько инфекций, что хватит на целый квартал! Правда? Ну, я его только сегодня постирала! Если вы хотите, чтобы вашему мужу стало лучше, вам нужно вымыть дом снизу доверху! Ха-ха-ха! Это вы сейчас так смешно пошутили, доктор, да? Да, что не конец! Это будет моя последняя вечеринка! И никаких вечеринок! Постельный режим, никакой жирной пищи и клизма! Два раза в день! Ой! И самое главное, чистота! Можете начинать убираться прямо сейчас! А? Вы что, издеваетесь? Я из-за него сегодня на корпоратив не попадаю! Зачем мне вообще его спасать? А? Доктор, а нет ли другого способа, а? Да вообще-то есть одно средство! Но последний, кто им пользовался, сошел с ума! Да? Да мне нечего терять! А? С85- Я же не могу свою позицию! Ген, открой дверь. Тош, ну ты же знаешь, что если я отсюда выйду, то могу умереть. В этом доме все думают только о себе. Даша, привет. Привет. Мы пришли посмотреть, как в вашем зоопарке кормят обезьян. Никак. Голодное животное лучше выполняет команды. Стоять. Что в пакете? Хлеб. Ну ладно. Только смотри, с рук не корми. Здорово, гендосер. Тут тебе, Данила, с парнями передачку с Волей прислали. Тут все самое необходимое. Еда. Питье. И самое главное. Сиськи. Ну как сидится, братан? Тяжело мне, старик. Без жены, без детей. Кто знает, дождутся ли. Это самые счастливые дни в моей жизни. Некто мечтал об отдельной комнатке, хотя по-настоящему она мне понадобилась только после свадьбы. Мечта сбылась. Мы больше не спим в одной кровати. Ой, Лена, мне так плохо. Я ведь ночами не сплю, все плачу. Как думаю, там Геночка-то мой. Лена, я как в раю. С тех пор, как Гена перестал спать в спальне, у меня секс самый лучший в жизни. Граждане, я раньше думал, что самая лучшая болезнь – это лишай. Ничего не болит, все тебя за километр обходят и почесаться в кайф. Теперь я уверен, что самая лучшая болезнь – это аллергия. Но если я не выздоровлю, то у меня есть шанс просидеть тут до смерти. Слушай, Даша, когда я смотрю на Гену в барокамере, я вспоминаю эти ужастики. Про людей, которые заразились редкой болезнью и превратились в монстров. Слушай, твой муж еще не начал выйти по ночам? Ну, наоборот, Лена, перестал. Даша, мне кажется, я скоро взвою от нетерпения. Я присмотрела себе колечко с бриллиантом на день рождения и уверена, что Толик подарит именно его. А, Даша, ну скажи, пожалуйста, ну я же знаю, что он тебе рассказал. Ну, Даша. А, вспомнила. Он подарит тебе эту штуку, которой дырки делают во льду. Ну, что прыгало. Бур? А при чем тут бур? А что такого? Ну, ладно, Лена. Только ты обещаешь, что ты не сильно расстроишься. Кажется, Толик не подарит тебе кольцо. Как так? А что же тогда, если не кольцо? Ожерелье. Приятное? Ну, не совсем. Изумрудное? Я бы так не сказала. Рубиновое, жемчужное, коралловое, янтарное. Лен, ну помнишь, я тебя просила не расстраиваться. Ну, сказала бы я тебе так, если было бы оно хотя бы янтарное. Он нанизал на нитку рябину? Деревяшки. Что? Я ему увеличила счет на карте, намекнула, а он подарит мне деревяшки? Вот, скотина. Анатолий, иди сюда, неблагодарное животное. Что случилось, Лена? Это просто Лена. Что случилось, божественная, ослепительная, прекрасная Елена? Ты не подаришь мне на день рождения кольцо с бриллиантом. Как это понимать? Эй! Ой, Толик, извини, она заставила меня рассказать про бусы. Даша, ты не должна извиняться перед этим ничтожеством. Ты поступила совершенно правильно. Леночка, это не просто бусы. Это бусы из редкой породы африканского можжевельника. В природе осталось всего несколько таких деревьев. Ты придурок редкой породы, и я не гарантирую, что ты останешься в природе до сегодняшнего вечера. Лена, а вдруг Толик тебе больше никогда ничего в жизни не подарит? Да мне ничего и не нужно от этого бездельника. Да ты ничего и не получишь. И засуете свою штуку в задницу себе и своему чахоточному дружку. Не-не, я имею в виду эту штуку, которую во льду дырки делают, чтобы рыбу ловить. Бур? Они нашли мой бур. А ты на день рождения даже задницу мою не получишь. Что? Ты не получишь на день рождения мою задницу, божественная, прекрасная, ослепительная Елена. А что эта курица так раскудахталась-то, а? Боже. А, глупые соседи, мы их провели. Вот видишь, моя прелесть. Теперь мы навеки вместе. Моя жена разговаривает с Бушом. Представляете, мясо яблоко. Только ничего не отвечайте. Вы же знаете, я люблю, когда вы молчите. Ну-ка, Ром, сгоняй за пивом, а? Пап, ну ты же знаешь, что мне не продадут пиво. Никто не верит, что я совершенно лень. Только ты паспорт покажи. Я никому не показываю свой паспорт. Люди могут узнать мою настоящую фамилию. Ром, 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 Рома. Дашуль, Дашуль, у меня в холодильнике осталось недопитое пиво. Принеси, а? Отстань. Ну ладно. В джунглях началась великая сушь. Сушь. Лангкадский объявляет пивное перемирие. У-у-у. 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 Кайф. Кайф. Что за... Афш. Гена, не мешай мне читать. Даша, у меня опять началась моя аллергия. Афш. Даша, а здесь никого не было, пока я уходил? Нет, Гена. Афш. Наверное, у тебя аллергия от твоих журнальчиков. Афш. Рыжий волос. Только скажи, что не твой. Афш. У меня аллергия на тебя даже. Гена, этого не может быть. Еще как может. Мой приступ натерся, когда я вернулся с кухни. А перед этим здесь побывала ты. Гена, ну а что же делать? Мы не сможем общаться только через стекло. Афш. Афш. Аф. А. Я не могу. Я не хочу спать одна. Крепись, любимый. Жизнь продолжается. Афш. Аф. А. 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 Минуту постоять, чтоб пластик роковой омыть слезами. Любимая, не разрывай мне сердце. Скорбя о нас, уж солнце закатилось, и жаворонка дрели не слышны. Ему на смену соловей стремится, а значит, ты должна пойти поспать. А. 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 На двери поставлю замок, под двери капкан, на окна решетки. Ура. Минуту. Я в свободе. Я в свободе. Я в свободе. Даши, ты что сейчас делаешь? Гена, я собираюсь любить тебя так, как никогда раньше. Даша, я тебе и раньше об этом говорил, что для меня это смертельно опасно, но теперь у меня еще есть пробка от врача есть. Заткнись и поцелуй меня так, как никогда не целовал. Засос! Что-то не так, Гена. Конечно, не так. Ты меня, главное, откусила. Вот дело не в этом. Я тебя везде трогаю, и ты ни разу не чихнул, даже не кашлянул. Разве? Слушай, а может быть, у тебя аллергия на что-нибудь другое? Ну, ты не почувствовала никакого странного запаха, когда я зашла? Ага, запах смерти. Нет, дай подумать. Значит, я пришла в спальню, разделась, подошла к окну, помахала парню с соседнего дома, сняла бусы. Точно! Бусы! Они были на мне, когда ты чихнул первый раз. У тебя, наверное, аллергия на африканский можжевельник. Сейчас проверим! Может, не надо, а? Меня вполне устраивает аллергия на тебя. Вот видишь, Гена, это бусы. Я знала, что это не я. Мы не променяем нашу прелесть на вонючего мужика. Ну, а наш муж, и я его, а он меня. Я сделала хит-трик в финале турнира «Кожаный мяч». Плевать, пусть сдохнет. Знаешь что? Заткнись. Гена! Вот так! Ты рад? Безумно. А чего ты плачешь? От счастья. Привет, Даша. Представляешь, мы с Леной только что смотрели передачу «Махалов плюй», и там известный целитель Махалов рассказывал о свойствах африканского можжевельника. Оказывается, это дерево стоит дороже, чем слоновая кость. Оно повышает мужскую силу, лечит от кашля и насморка и развивает поэтические способности. У самого Шекспира были можжевеловые четкие. В общем, Леночка извинилась и попросила принести подарок как можно скорее. Так что, ну, давай их сюда. Черт, вы деревяшки никак тонуть не хотели. Извини, Толик, доставать придется самому. Кстати, ты нырять умеешь? Гена, а вот и я. Ну, почему барокамера не поместилась в спальню? Не волнуйся. Я заставлю тебя забыть о барокамере минуты на две-три. Отчет! Отчет! Наконец-то я нашел управу на тебя. Вот! Это мое спасение от кроватного рабства. О, Ген, смотри, еще пара. А тебя не смущает, что они разные? И что? Напишем на ценнике. Туфли день и ночь. Ну, для экстравагантных покупателей. Что-то я не припомню, среди толстуха особо экстравагантных. А вот это что? Тоже по твоим парам? Ну что, люди разные бывают. С двумя левыми ногами? А вдруг? Мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Блин, всю ночь это китайское фуфло перебираем. А я мотолку, как от Даши на кухне. Пару-три хотя бы нормальные есть. Есть. Даже оп! Три с половиной. Ну и что, что один? Зато размер эксклюзивный сорок четвертый. Вдруг кто-нибудь купит? Кто? Одноногая баскетболистка. Ладно, а уж решим, кто впервые пойдет спать, а кто останется батрачить на этой обувной слоноферме. Так, давай. Кто последний, тот выиграл. Что и требовалось доказать. Этот ген дуракам только в сказках везет. Но если вдруг случится чудо, и к нам нахлынет поток покупателей, не буди меня. Дань. Дань. Даня. Данил. Может поменяемся? Понял. Вообще-то, это действительно чудо. если сюда кто-нибудь припрется в такую рань. А чудес, как известно, не бывает. Магазин закрыт. На тихий час. Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза, и слова припомню все и снова повторю, кто тебе сказал, но кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу. Твой голос в сердце моем звучит звенья. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня. И всегда люби меня. Никого нет дома. Блин. Да иду я, иду. С каких-то пор у нас звонок появился. Алло. То есть, здрасте. Мне нужны туфли. Как они, конечно, вот. Я хочу примерить эту. Ну, само собой. Я вам сейчас помогу, вот. Вот. А теперь другую. На складе, другая. Сейчас я... У тебя нет другой туфли? Значит, вот так ты работаешь. Вот так ты работаешь. Вот так ты работаешь. Вот так ты работаешь. Ай, хватит. Хватит, если он на пять минут заснул. Да, конечно. Саша к нам полчаса уже дозвониться не может. Я в подсобке и то проснулся. А-а-а-а! Здравствуйте, Александра. Вы сегодня прекрасны, как никогда. У нас новая прическа или пластическая операция. Не старайся, Букин. Не поможет. Вчера я проверила финансовую отчетность и поняла, что держать здесь двух работников нет смысла. милостивая госпожа чай кофе массаж ног почему я держу вас здесь обоих люблю когда мне лижут зад сразу двое ладно я сейчас проверю кассу и если там есть хотя бы 5000 я никого не уволю да ты 1010 не меньше молодцы можете продолжать лизать мой зад дальше погоди ты даже магазин не открывал откуда взялись деньги давай вместе подумаем и найдем этому логическое объяснение а если это сделал дымовой я сразу об этом подумал дымовой вообще первое что приходит в голову мам ну как тебе наш прикид я сколько раз вам говорила чтобы вы не лазили в мой шкаф ну это ладно тема но где нам еще взять шмотки 80 ну и зачем вам понадобилась одежда восьмидесятых но нас просто приняли в рок-группу и теперь нам нужен брокерский прикид девочка олига френд хотела сказать рокерский прикид ну и за какие заслуги вас взяли в рок-группу то но у меня пригласили за моего таланта а свету потому что у нее выдающиеся способности ну еще потому что мы разрешили репетировать им у нас дома нет 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 они будут мешать да ладно тебе мам ты все равно ничего не делаю правильно вот когда я ничего не делаю они мне будут мешать своей дикой музыкой ой бедная мамочка это почему это я бедная ну во первых потому что ты замужем за папой а во вторых потому что репетиция уже началась немедленно понятно да ладно тебе мама мы все предусмотрели вот расслабься и получай удовольствие твой папа тоже так все время говорит только никакого удовольствия даша с тобой когда-нибудь происходили странные вещи не знаю поищи чуть холодильнике чего тебе я тебе говорю странная вещь произошла кто-то оставил в кассе магазина 10 штук вот как думаешь кто это мог быть да какая разница давай быстро подожди ты деньги саша забрала не взяла бы она деньги сидел бы я здесь с тобой только не говори мне что я идиот но вот как ты думаешь может быть такое что деньги оставил домовой ген ты идиот по моему я уже в нем это друзья рома и света они у нас репетируют ой такие тихие совсем не мешает волос айтиков по улицам гонял слышь ты гопник запомни русский рок не убьешь у нас чё прикольная штука и тебя слышно не будет не знаю поищи чего-нибудь холодильнике толик обожаю когда-то фартуки в нем ты напоминаешь мне гордых шотландцев из старинных романов шотландцы ходят в юбках и не фартука какая разница главное что без штанов мне тоже больше нравишься что то такое у букиных кто-то рычи барон наверное сейчас они узнают что бывает за неполученной оргазм так что здесь происходит скажите спасибо что я сегодня добрая не слышу спасибо свободные о леночка ты мой герой идем же мой шотландец и сделай так чтобы я тоже могла гордиться тобой я говорю фуфло эти наушники все время какой-то шум слыхать ладно пойду искать домового я докажу что мой домовой существует не уснуть я так и знал не бейте меня пожалуйста я сапожник меня кузя зовут домовенок кузя я сразу понял что ты домовой я сапожник всю жизнь занимаюсь обувью да это наше семейное дело мой прадед между прочим обувал весь императорский двор но потом пришли они и бизнес наступил конец тони коммунисты вот теперь наша семья окончательно разорилась у меня не хватает денег даже на то чтобы кожу и гвозди купить поэтому я и забираю из вашей кладовки бракованные туфли и делаю из них нормальный обувь погоди а обувь надо полагать продаешь конечно я договорился с оптовиками они ко мне прям сюда по утрам приходят вы все равно каждый день на работу опаздываете и вот вчера на беду я оставил в кассе всю выручку почему это на беду если где ты меня обували я рад что у тебя все обошлось прощает погоди погоди а ты куда это ты меня раскрыл так что буду искать себе другой магазин с ужасной обувью подожди не торопись я тебя никому не выдам гена букин могила поэтому давай ты по ночам будешь продолжать работать а днем вознаграждать меня за молчание тогда я буду оставлять тебе в кассе каждую неделю деньги под кассой а договорились а как я придумала гена придет а я ему сразу бутерброд опа от неожиданности он и расколется откуда деньги а если не расколется пропадет же продукт барон а ты хоть поискал повынюхивал где он деньги вперед любовница наследство сомалийские пираты меня тошнит от голода или от женской логики а может быть он шпион конечно бомба вонючка замедленного действия гена ты что опять купил что-то новенькое только для себя что ты об этом старее могу же потратить пару штук баксов на приличный костюм а я приготовил тебе кое-что твое любимое шикарный ужин спасибо я на диете геннадий ваш заказ давай сюда гена ну откуда у тебя столько денег нет ты мне скажи из-за ты украл то я тебя сдам в милицию и ты потом откупишься поэтому лучше сразу откупиться от меня это подарки от благодарных клиентов обувного магазина это самая наглая ложь за всю твою жизнь что ты любовь моя вот это самая наглая ложь ген поделись со мной хотя бы едой ну хорошо вот тебе куриная ножка ой слушай зачем тебе ножка он целая курица пришла даша можно тебя на минутку ну что толик рассказал тебе где гена берет деньги сказал где сказал не знает а может быть они сговорились талян станцуешь они твои нет точно не сговорились ладно твой воздух гонять еда стынет на короче толик окажешь мне еще одна услуга есть у меня одна мечта нет 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 даши я убивать не буду и лену тоже а что это мысль об этом потом короче я хочу провести романтический ужин жанны фриске устроишь но устроить то я может и устрою но вряд ли это устроит жанну фриске в общем есть у меня один знакомый он может все только это будет дорого тебе стоить а когда деньги были проблемы для геннадия букина то есть фриске жанна кузьминишна 1962 года рождения деревне большие лопухи усть колымского района вопрос есть нет короче ты мне должен денег и чем конкретно знаешь сколько стоит билет из усть колымска и обратно да толик когда я говорил об ужине с жанной фриске я имел ввиду не совсем кузьминишн я тоже но четкий понял это по-своему формально он прав простите а ужин скоро закончится сейчас сделаю фотографию для истории а может не надо для истории надо гена надо она все четко так заказывала а а а а ну чё когда деньги получим дядя завтра завтра получим деньги у меня на работе ладно подождем до завтра вот ты стой ты иди сюда а ой сейчас сейчас все будет ну чего ну вот же вот мои деньги вот а а а ты прикинь какое предусмотрительное а что делать будем деньги ищи а что будет если не найду ничего особенного сверну твоему другану шею и все и все ну вот проблема решена короче если завтра они получают десять штук я реально отрываю ему голову да я же тебе говорю меня все устраивает засовывают тебе в задницу с это меняет дело ну деньги будут с с что делать будем я у лены боюсь просить деньги я лучше здесь останусь мертвый бескверненный с все не так уж и плохо мне домовой должен кучу бабок главное его найти ну а кто тебе должен бабки то дымовой какой я дурак хе 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 я не хочу умирать ну что же ты чего ты чего ну что чего ну не расстраивайся все будет хорошо он обязательно придет и принесет деньги ну главное не заснуть не дождаться Папа, а что ты здесь делаешь? Вообще-то я здесь работаю. Я сплю иногда. А вы что здесь забыли? Нас отовсюду выгоняют, и мы решили, что здесь можно. А что, проблемы, что ли, какие? Чувак, подожди. Это же муж, что ли, ужасный? Валим отсюда. Валим. Ну, спасибо тебе, папа. И где нам теперь репетировать? На кладбище. Там в вашей музыке самое место. Триан, Триан, ты-то куда? Знаешь, Кен? Я пойду домой, и все расскажу Лене. Она меня либо выкупит, либо защитит. Она сможет. А твоя история с домовым полна фуфло. Ага, конечно. Курица кому угодно за свои яйца глаза выклюет. Ну и давай, вали. А домовые существуют. Существуют. Зачем ты сказал ему про меня? Ты же обещал. А ты? Где мои деньги за эту неделю, а? Да я не мог работать. Каждую ночь, что трепетировала эта чокнутая группа. Я первый раз в жизни пожалел, что не глухой. Все будет, прощай. Никаких прощай. Ты меня подставил по этому. Либо бабки, либо... Утром приходит Четкий. И я сдаю ему тебя за долги. И будешь ты, браткам, в педали ремонтировать всю жизнь. О-хо-хо-хо! Да это... Это ж самые клевые туфли, которые я когда-либо в жизни видел, а? Так, а это что такое? А-а-а... Ты... Вот твои деньги. А проценты? Какие проценты? Гена, к твоему сожалению, моему счастью, больше мы никогда не увидимся. Но я оставил тебе немного денег напоследок. А-а-а... Человеку, который верит в домовых, они намного нужнее, чем мне. Гузя... Ну, пожалуйста, я все равно буду по тебе скучать. Особенно по твоим деньгам. И запомните, домовых не бывает. Я вот так и знала, что после школы надо было все-таки поступать в этот универ... Сам. Всем привет, я Саша. Универ. Сегодня 8 вечера. На ТНТ. Пиво и орешка всем! А мы рады всем поза этим столом. Геннад, а когда ты начнешь сам платить за свое пиво? Ленина кредитка не резиновая. Скоро? 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 Как только стану миллионером. Ленина кредитка не резиновая. Ленина кредитка не резиновая. А, по-моему, оно в тебе и не засыпает. Генн, мне кажется, у тебя ребята напрашиваются на дра. А мы пойдем разберемся. А я за пивом присмотрю. По-моему, здесь надо кое-кого научить хорошим манерам, а? Хай! И вам никто не говорит, что вы похож на бичикан-шот. Нет, по-моему, он хочет и обидеть. А, по-моему, он хочет в буби. Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза И слова припомню все и снова повторю Кто тебе сказал, но кто тебе сказал Кто придумал, что тебя я не люблю Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу Твой голос в сердце в моем Случит за меня, нет, никогда я тебя разлюбить не смогу И ты люби, ты всегда Люби меня И всегда Люби меня Как ты меня назвал? Индюк четырехглазный? Нет, 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 нет. Я прошу вас. Вы все неправильно поняли. Меня зовут Яков Андреевич Я ученый-антрополог Это Марк и Патрик из Нидерландов, из организации ЮНЕСКО. А я Ген Абукин, из России, из организации Питак. Не нужно драться, вы должны себя беречь. Ты минздрав, что ли? Я вам все сейчас объясню. Дело в том, что товарищи из Нидерландов приехали сюда потому, что здесь у вас были найдены останки Питикантропа. Понимаете? Взгляните вот сюда. У вас просто поразительное сходство в строении черепа. Нет, нет, нет. Я все сейчас объясню. Я наоборот хочу осчастливить вас. Ведь если нам удастся доказать, что вы являетесь прямым потомком Питикантра, потом вы стать гранятся ЮНЕСКО и получить один миллион долларов. Выли ты Питикантроп? Питикантроп миллионер. Это куда-то ты намыливаешься. Это не твое дело. Хотя нет. Я хочу, чтобы ты знала. У меня сегодня будет романтическое свидание. Слушай, ну это тогда ты зря прихорашиваешься. Твоей резиновой девушке все равно, как ты выглядишь. Ха-ха-ха. Я бы посмеялся над твоей шуткой, но мне некогда. Меня ждет настоящая живая девушка. И у меня с ней будет секс. Не за гаражами, как у некоторых. А в уютной романтической обстановке. Так. Света, у меня выпадают волосы. Смотри, целых три штуки. Смотри, смотри. Ой, Рома, Рома, Рома. Деньги. Куда крик? Ой, мама, Ромка, лысее. Мама, что мне делать? Рома готовится. К чему? К тому, что тебя теперь будут дразнить на улицах. К тому, что на тебя теперь не посмотрят ни одна нормальная телка. В общем, ничего не изменится. Ромочка, не расстраивайся. Некоторым лысины очень даже идут. Ну вот, например, Федор Бондарчук. Да, или вот, или... А Бондарчука я уже называла? Рома, Даша, дочка, у меня для вас супер новость. Папа, мы уже всё знаем. Ромка лысеет. Да это фигня. Завтра ваш папка может стать миллионером. Итак, коллеги, обратите внимание на это архаическое строение черепа. Низкая лобная кость, скошенный подбородок и выпуклые надглазные валики. Так ведь это же просто два родных брата. Прошу вас. Коллеги, это два отпечатка стопы. Первый оставлен полтора миллиона лет назад пятикантропом. А этот отпечаток... Сегодня утром нашей уникальной особью. Невероятно. Даже размер одинаковый. Прошу вас перейти к практическим опытам. Конечно. Прошу вас. Коллеги, эволюция совершенно не коснулась мозга этой уникальной особи. А давайте дадим ему палку. Конечно. Я прошу. Это палка. Да. Крыш ты! А ну, а ну, полез, оставь мне палку. Крыш ты! Крыш ты! Ну, уйдай отсюда! Крыш ты! Крыш ты! Нет, ну ты только представь, что с ним будет после этого, а? Может, все-таки придешь, а ну вместе пошел. Прошу. Жаль. Да ладно, ничего, я тебе фотки сделаю. Все, давай пока. Ром! Несмотря на то, что ты придурок, но все-таки ты мой брат. А лысый брат мне не нужен, поэтому я решила сжалиться над тобой. Вот, держи. Что это? Ты что, читать разучился, что ли? Мне Катька посоветовала. Я полгорода оббегала, пока нашла. Последние деньги потратила. Но для тебя, братик, мне ничего не жалко. Шампунь от выпадения волос? Надо же! Спасибо, сестренка! Подожди, Катька сказала, что для большего эффекта надо смыть минут через десять. Что ты себе на голову намотал? Тебе еще надо верблюда и автоматы. Будешь, как этот какого? Бабурин, вот. Я тоже сама сказала, что надо смыть минут через десять. Да, точно. Слушай, а вообще ты зря переживаешь. Это случается со всеми мужчинами. Да и... Ну, даже то, что ты не мужчина, тебя не спасет. О, нет! О, нет! О, нет! Не может быть! Блин, жизнь! Ну за что? Почему? Ну, почему Ромка как лишайный кошелка, а мой телефон не фотографирует? Гена, неужели мы правда станем миллионерами? Ай, подожди, Даша! И все так быстро. Надо сравнить и снимки, и анализы. Ген, ну зачем какие-то там анализы? Пусть спросит меня. Я всегда смогу подтвердить, что ты настоящий этот, а, какой, пятикантроп. Слушай, Ген, я тут два дня не побрился, посмотрел в зеркало. Мне кажется, я тоже немного это. В этом городе может быть только один пятикантроп. Ген, только прошу, не начинай метить территорию. Это комиссия. Открывайте дверь. Господин Букин, вы есть настоящий пятикантроп. И мы вас поздравлять. Нет, 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 нет. Оставаться последний анализ крови. Мы отправлять его на экспертизу. Пусть, путь, путь. Это всего лишь формальность. Букин, отныне вы есть объект всемирного наследия. Вы приходите под охрану ЮНЕСКО, а мы вручать вам сертификат о полной неприкосновенности. Один миллион. Миллион долларов будет потрачен на ваше пожизненное содержание и сохранение. Мы нанимать лучших охранников, платить им большие деньги, чтобы вас охранять. Я вот что подумал. Нельзя, чтобы всемирное наследие попало в какие-то сомнительные руки. Ими охранниками должны стать проверенные люди. А что, у вас кто-то есть на примете? Этот не подходит. Он не сможет вас охранять. Слишком много женских гормон в организме. Так, ну-ка, разошлись. Бухин, я знаю, что ты отравал зеркало от моей машины. Ты всегда мне завидовал. Ха-ха-ха, нужен мне твой куромобиль. Я таких теперь с десятых могу купить. Ах да! Нет, я был неправ. Этот подходит. Первое, первое, внимание. Объект выходит из спальни. Чш-чш. Внимание. Объект спускается по лестнице. Чш-чш. Все чисто. Пап, слушай, пап. Пап, а можешь дать мне сто тысяч шестьдесят два доллара? Мне надо срочно сделать маникюр и купить машину. Эй! Эй, вы! Люди в чем-то! А ну-ка, пусть лечь меня немедленно! Все чисто, можно идти. Внимание. Он идет на кухню. Ай! Все чисто. Чш-чш. Он взял газету и идет в туалет. Как понял? Ага. Пока все чисто. Чш-чш. Его нельзя оставлять там одного. Бедный твой. Ну? Где наш это-то пятиконтроп? Стоять, женщина. Ближе не подходи. Ой, ой, ой. А что будет? Ты убьешь меня из своего водного пиза-тоалетика? Я видел, как он мучился. Это было ужасно. Я сказал стоять. К нему никого не положено отпускать. Так мы... Даже вас. Съели, дамочки. Теперь я недосягаемый. У меня даже есть специальный сертификат, которым все прописано. Так что... Выполняй свою работу. Нет. Нет, нет, нет. Я... 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 Опа! Добрый день. Вам что-нибудь подсказать? Ну, мне это... В общем, вот. А-а-а! 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 Ну, вы не переживайте. Я помогал таким людям, как Гоша Куценко, Федор Бондарчук, Василий Шамбейдин, Жанна Фрискина. А-а-а! И вам тоже помогу. Жду с нетерпением. Ну, что же. Тогда... Приступим! А-а-а! 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 Ну как? Супер! 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 Поклонницы Боба Марли упадут к вашим ногам. А-а-а! А-а-а! Милая, давай зайдем в другой раз. А-а-а! Знаете, пожалуй, я похожу так, как Бондарчук. А-а-а! Фу, такой молодой, а уже лысый. Да. М-м-м. Лысый отстой. А-а-а! 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 Нет, пожалуй, как Боб Марли. А-а-а! 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 Воздух чист. Да, на улице классно. А-а-а! 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 На горизонте полный шкиль. А-а-а! Ветра нет. А-а-а! Да причем здесь ветер? Я говорю, территория зачищена, подождительных объектов не оборужено. Не понял, повтори еще раз. А-а-а! Ты задолбал уже! Захотите, здесь все спокойно. А-а-а! Перестань шипеть в рацию! А-а-а! Так сразу и сказал. А-а-а! 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 СМЕХ Внимание! Опасность! А-а-а-а! СМЕХ Внимание! Опасность! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! А сейчас все мужики забьются в их стадии, потому что на сцену выходит несравненная Большая Сиса с огненным танцем! Не прозрачнее, ну-ка свалили, свалили! Кому сказал? Вы на кого плете, а? Я жги на ЮНЕСКО, у меня и сертификат есть. Вот, читайте. Это токсиногопия, настоящего дома. Яна, кажется, они не понимают по-русски. Да? В следующий раз надо просить сертификаты на всех языках. После того, как мне приснился Боб Марли, я сказал себе, Джа, Рома, тебе надо в себе что-то менять. Проходи, лапочка, и мы зажжем с тобой в стиле регги. Да, чуть не забыл. Будь осторожна, целуй меня, а то можешь обжечься. Что, парень слетел? Я тебе сейчас все объясню. Это не то, что ты думаешь. Я все объясню. Я... Добрый вечер. Доставка лекарств болейте на здоровье. Мне нужен Роман Геннадьевич Букин. Это я, дай сюда. А, нет, брат. Это антилысин, а не какие-то таблетки от кашля. Так что, давай зови сюда деда или кто тут у вас лысый. Прости, дружище, я не знал, что ты болен. Соболезную. Слушай, а можно я тебя на мобильник сфоткаю? А то ж мне никто не поверит. Пошел вон! Так, принимать по одной таблетке в день в течение месяца. У меня нет столько времени. СМЕХ Вот это я понимаю. Бесплатная медицина. О! О! Привет! Геннадий, мужа здесь. У нас неприятная новость. Даша нашла мою заначку. Барон сдал собака. Ну, Геннадий, все дело ваша кровь. А что с ней не так? Видите ли, Геннадий, дело в том, что кровь нормального пятикантропа на 90% состоит из воды. Ну? А ваша кровь на 90% состоит из пива. И подобная концентрация несовместима с жизнью нормального пятикантропа. Ну, все правильно. Все правильно, поэтому они и вымерли. СМЕХ Я что-то не понял. А что, мне миллион уже не светит? СМЕХ Яша, у меня к вам деловое предложение. Давайте вы никому не будете говорить о результатах своего анализа, а я вам за это дам 10% от своего миллиона. Ну, Яшенька, ну, Яшечка, ну будь уж человеком, ну, пожалуйста, 20%! СМЕХ Видите ли, Геннадий, это невозможно. К тому же, ваш сертификат уже больше не действительный. Да, кстати, мы вас выписываем. Но мне все еще плохо. А я умираю. Я умираю. Я не могу ходить. Мне плохо. Мне плохо. Мы это тоже предусмотрели. Что? 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 Куда? Куда вы меня несете? Куда? Туда, где ваше место, к семье, к жене и детям. Нет! Я не хочу обратный лад! Почему? Я не помню вместе с педикантропами! Почему? А, нет! Странно, что они тебе не поверили. Ты был так убедителен в роли обезьяны. Слушай, а человек-курица охраняется, ЮНЕСКО? А сейчас экстренная новость. По сведениям очевидцев, на улицах нашего города был замечен снежный человек. Всех, кто располагает информацией о местонахождении снежного человека, ждет вознаграждение в сто тысяч рублей. За мной гонятся какие-то люди! Толпа людей! Звоните по номеру. Да помогите же мне! Что ж вы сидите? Да, действительно, а что ж мы сидим-то! Рома! Рома, ты только не волнуйся! Аааа! Господи! Господи! Жизнь общастая, беспонтовая, но кайфовая Универ, сегодня в 8 вечера, на ТЭН Как же есть хочется Может найду что-нибудь? И не пытайся, вашей еды в доме нет, а моя спрятана очень хорошо Блин! Надо было ехать с мамой в Дерябину на расколбас года Я, конечно, не фанат всяких там колбасных фестивалей Но хоть бы пожрал что-нибудь О! Может кастрюлю что-нибудь есть? Холодно Очень холодно О! Эй ты! Куда лезешь? Не смей, поразит малолетний Да! Я так и знал, что мыши не будут его есть Ну все, капец Это был последний шанс дотянуть до завтра Хочешь я в глаза, взгляну в твои глаза И слова припомню все и снова повторю Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал Кто придумал, что тебя я не люблю Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе Я чую запах еды Кажется, он из посылки Голодная смерть откладывается Значит так же, вот мы А ну марш отсюда Если человек сел за стол, это не значит, что он будет есть Тем более в нашей семье Издерябина От Даши Пахнет едой Так я и повелся Стопудовая отрава какая-нибудь Открывай уже быстрее Лучше сдохнуть от яда, чем от голода Здравствуйте, дорогие мои Расколбас в Дерябине Это классно Мы с вашим дедом перепробовали все А вы все равно не поверите Короче, вот фотки, смотрите, не лопните от зависти Ах ты Никто не верил, что в меня такую стройную может влезти Две рульки, три паштета, окорок и пять палок копченой колбасы А они влезли Но, к несчастью, еще не вылезли Поэтому задерживаюсь, посылаю сюрприз 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 Посылаю сюрприз Колбаса от дедушки В него влезло еще больше И теперь ему совсем худо Так тебе и надо, старый хрыч Если диагноз подтвердится, то будет на его поминке угощение А если обойдется, пусть любимый Светке до свадьбы лежит На этом кончаю, ваша Даша П.С. Гена, ты понял, колбаска Светочки В этом мире все достается красивым и тупым Светочки, колбаска Светочки Сейчас, пусть все вегетарианцы поищут А мы пока за дедушкино здоровье Ну или за упокой Уходите Пожалуйста Сейчас Ген, привет Угадай, что у меня есть Судя по твоей счастливой роже Крем для загара Ну или какая-нибудь другая бабья дрянь, которую ты так любишь Крем, конечно, только хорошее Но даже он отходит на второй план Накануне соревнования по ловле окуней Ведь теперь у меня есть эхолот Эхолот Да с ним я стану чемпионом Екатеринбурга по ловле рыбы Что значит ты станешь? Может быть это ты придумал про эхолот? Или может быть это ты будешь объяснять Лене, куда делись ее деньги? Ну все правильно Лена узнает про деньги Прибьет тебя, а я стану чемпионом Ну ты даже не знаешь, как им пользоваться Ну ты же мне сейчас покажешь Ну конечно покажу Здорово, он даже на куриц действует Толик, а что это у тебя? Ну это одна штучка Я купил ее тебе, любимая Эхолот Это не просто эхолот Это сексолот С его помощью я найду все твои эрогенные зоны Милая, но мне кажется, ты уже должен знать все мои эрогенные зоны наизусть Я знаю, что это за штуковина Ты купил ее в магазине рыболов-любитель Вот чек Леночка, откуда он у тебя? Ты что, рыл из мусорки? Ля, отдай их, Алла, это уже поздно что-то менять Поздно что-то менять в твоем генетическом коде Ну почему ты не понимаешь, что с помощью него мы выиграем 500 долларов на соревновании по ловле окуней? Эта штуковина стоит 600 баксов Ну правильно 100 долларов это не такая уж и большая цена за то, чтобы я... Чтобы мы стали чемпионами Екатеринбурга С каких это пор женщина должна платить мужчине 100 баксов, чтобы доставить ему удовольствие? Все, эхолот отправляйте в магазин, сейчас же А ты, Анатолий, наказан, неделю без машины, ключи Ну, Леночка, ну, я не могу ездить на маршрутке, там тесно, жарко, у меня укладка портится Сейчас у тебя форма головы испортится За мной! Здорово, родственнички, это Евкакий Значится так, докладываю Даша что-то сильно поплохела А мне поулучшилось Вот я и звоню, спроси Светка Это что, кто? Как тебе моя колбаска, а? Моя колбаска? Каких же придурков приходится терпеть Светке ради новых шмоток? И смартфона А это, судя по голосу, ей вообще в дедушке годится Так... Некрасиво оставлять звонки без ответа А мы и не будем Да, Света? Да, Рома Так, я обожаю твою колбаску Каждый раз при виде огромной палки колбасы Я думаю о тебе С любовью Света Так, кто же из ее мужиков звонил? Отправлю всем Э, блошиный санаторий, а ну стоять! Стоять! Ты что, дурь? Ты зараза, а? Черт! Минутку! Ну, проглот! Эх, сейчас бы нагадить кому-нибудь в тапочке Да нечем Гена, мы все еще можем выиграть эти рыболовные соревнования Ты пристрелил Лену и забрал у нее эхолот? Хотя мне для полного счастья хватило бы и я первого Ну, я взял у нее электрошоковый пистолет Ну, а зачем он ей? От насильников Ты хотел сказать для насильников Гена Ну, а что, изнасиловать Лену можно только под дулом пистолета? Гена, этот пистолет стреляет электрическими зарядами Ну, его используют в милиции, чтобы гуманно нейтрализовать преступника А уже потом избить его дубинкой Мы будем пытать Лену Мы будем глушить рыбу Мы стреляем в воду током Рыба всплывает и мы завираем ее с очком Так это как автомобильный аккумулятор Да, только если упадет на ногу, не так больно Прячь пистолет Лена не знает, что я его взял Ну, и что это вы затеяли? Ничего, телевизор смотрит Выключенный? Очень странно Хотя Гена для этого уже достаточно деградировал Да нет, мы обсуждаем тактику рыболовного турнира, который будет в эти выходные Да В эти выходные? Ты что, забыл, что у нас планы? Да, конечно, нет А какие? Наш любимый ежемесячный домашний спектакль Белоснежка и семь Толиков? Да нет же, Толик У нас билеты на парикмахерское шоу Сергея Зверева А, Гена, сделай что-нибудь Поедет ты что? Гена, если не поеду я, то не поедет наш новый друг Значит, слушай сюда, женщина Толик едет Толик едет на Зверева Лена, ну пойми ты, это не просто рыбалка Это соревнование названия лучшего ловца куней в трезвом виде Не, ну как это может сравниться с превращением бесформенной копной волос в лохматую кучу? Я не надеялась, что такой идиот, как ты, сможет оценить подобные вещи А Толика я заставлю Леночка, я хочу на эту рыбалку В конце концов, я мужик Если я решил поехать, значит я поеду Ну ладно, я просто собиралась в это воскресенье выдать тебе карманные деньги А если, значит, я решил не ехать, значит я не еду Ну что, а сколько ты мне дашь? А можно вот чуть побольше, чем в прошлой год? Предупреждаю тебя, Лена Однажды ты заплатишь за то, что лишила меня всех радости, до которых еще не добралась Даша Роб, ты прикинь, кто-то оставил на пороге колбасу и на ней мое имя Это ужасно! Почему? Ты что, не знаешь, это древнее проклятие Когда кто-то оставляет тебе на пороге колбасу, значит он хочет тебя убить А что? Кто знает Может ты обидел старого приятеля? Или бывшую подружку приятеля? Или бывшего парня подружки приятеля? Зная тебя, этот список можно продолжать до бесконечности Боже мой Боже мой, что же делать? Что же, что же делать? А я хотела сегодня пойти на концерт с двумя незнакомыми зэками Значит так, сестра Спрячься в своей комнате, позвони в милицию и не выходи, пока они не приедут А колбасу и билеты отдай мне как вещественные доказательства Аккуратно, на ней могут быть отпечатки пальцев О, как она сюда попала? Сюда Это моя Я думал, это с Веткин парень ей палку подкинул Не говори так про сестру Как? Так это не моя колбаса? О, что же делать? Отдать ее Ромке или найти другую веревку? Я буду рад избавить тебя от этой дилеммы Все равно я доберусь до этой колбасы А пока я здесь, неподалеку Писываю в твой ботинок Вот это жизнь Есть мясо И пушка А завтра пойду на рыбалку и наглушу себе Самого большого окуня Да Спасибо Спасибо Я горжусь тем, что поймал сегодня Самого большого окуня Но Больше всего я горжусь тем Что наконец выловил этого отвратительного мутанта Который был проклятием нашего озера Многие годы О, Гена Ты такой отважный Можно мне потрогать Твою удочку? Да уж не надо Не сейчас ты пахнешь псиной Гена Где мой шокер? Толик сказал, что где ты здесь Ты убил тетю Лену Да Что стряслось? Леночка Что случилось? Он пытался меня убить Бить Меня тоже хотят убить Я ничего не делал У него мой шокер Он не только убийца Но и вор Да нет же Мне Толик дал Убийца, вор и обманщик Толик вызывай милицию Ничего не надо Я уже вызвала Я говорю, я ничего не делал Да, да Мы б тебе охотно поверили Но ты все еще сидишь на диване Сжимая в руках шокер А в комнате кроме него никого не было Да Папа Все улитки против тебя Кто еще мог это сделать? Скажи мне Мне надо срочно знать Потому что я могу быть следующей А, вот, вот, вот Это он мне его подкинул Да Подкинул и убежал Молчи тебе по малолетке Ничего не будет Да ты че, Бакан Рамсы попутал Че ты мне дело швешь в натуре? Да, да, да Я вообще заметил, что Сема давно ненавидит нашу семью Все время подбрасывает нам в почтовый ящик Свои вонючие носки Пишет в подъездах Ленка Бройлер Геннадий, Геннадий Как же вам не стыдно? Вы б еще Барона обвинили Точно Точно это Барон Так я сразу не подумал Барон Геннадий, Геннадий, Геннадий Пойдем домой, дорогая Я тебя Отведу Ой, бедная тетя Лена Так, папа, признайся Это ты сделал? Да ни в чем я признаваться не буду Хотя, когда она крутилась Мне захотелось Корочки грелить А тогда откуда у тебя этот электроштопор? Толик, да Мы хотели при помощи него Добыть немного рыбы А что, тетя Лена, рыба, что ли? Ну да Такая Плавающая рыба С клювом и перьями Интересно, почему я на свет Пути никто не паду? Тетя Лена, рыба? Привет, Свет Какие новости? Папа хотел убить тетю Лену Тетя Лена, рыба А я вообще ничего не понимаю В общем, все как обычно Слушай, это, наверное, для тебя За любовь твою и ласку Шлю копченую колбаску Интересно, что бы это могло значить Надо посмотреть, что там внутри Надо посмотреть, что там внутри Да, девочка моя Причем как можно скорее Калбаса! Малочка Они все еще хотят меня убить Наконец-то Ты здесь опять? Ну-у-у-у-у-у Да сколько можно? Я за шокером Чёрта с два Ты сказал, что я его украл Поэтому я не собираюсь тебе его возвращать По крайней мере, пока не закончится завтрашняя рыбалка Гендуз, ну извини Ты представляешь, что бы Лена со мной сделала, если бы я осознался А тебя она и так ненавидит О, Петров, а ты здесь что делаешь? Как что? Мне позвонили, сообщили об угрозе для жизни Ой, 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 наконец-то Это я, это я звонила Это меня хотят убить, господи Минуточку, минуточку Так, а теперь говори Почему ты думаешь, что кто-то хочет тебя убить? Господи, да как же, почему? Ну, потому что мне по почте прислали Две палки с салями Две палки с салями? Да Не понял Возможно, это я во всём виноват Просто я сказал Свете, что если человеку присылают клобасу Значит, его хотят грохнуть Я, конечно, знал, что она тупая, но не думал, что до такой степени Понятно Ах ты утырек, а Да лучше б папа в тебя попал, когда стрелял Что стреляла? Быстрее! Я не понял, это что, Толян, в твою жену? Да, Геннадий Букин стрелял в мою жену Так, быстро приведи её Я хочу её допросить Сейчас Если только она вообще может передвигаться После того, что он с неё сделал Что это? Гена Я тебя прошу Честно признайся Это ты сделал несчастную женщину инвалидом? Да с удовольствием Но это не я Тогда кто? Наш пёс Ты обвиняешь свою собаку в покушении на убийство? Нет, конечно нет Я уверен, это была самозащита Так, смотри Смотри, как было дело Я Лежал здесь Так С шокером Вот так А откуда он у тебя? Да, Толик дал Понятно Толик дал тебе шокер Чтоб ты убил его жену Да нет же Толик дал мне шокер Чтобы принять участие В завтрашнем соревновании по рыбной ловле Подожди Я тоже участвую в этом соревновании Но, насколько мне известно Ловля рыбы с помощью электрошокера Запрещена правилами Давай, значит, так По одному преступлению за раз Договорились? Хорошо Вот, смотри Я лежал здесь Вот так вот Заснул Так А барон Наверное, случайно Наступил на курок Всё Барон Только иди сюда Ну-ка иди сюда Иди сюда Иди сюда Иди ко мне Залезай 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 Вот так вот Так А теперь давай Давай, нажимай Я бы с удовольствием В тюрьме хотя бы кормят Но я не знаю как Я понял Всё дело в колбасе, да? В какой колбасе? У меня на щеке были остатки колбасы И барон хотел их съесть Сейчас, постой Так, постой, 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 постой Сейчас, сейчас Сейчас, сейчас, сейчас Жди Вот Давай Давай Вы меня воздумали Здорово Леночка Надо скорую вызвать Батарейка съела Держись, любимая Я тебя спасу Ну что ж Думаю, могло произойти и так Тем более в вашем доме Вставай Вставай, аккуратно Аккуратно Пойдём отсюда, моя лампочка Лампочка А вот Что-то есть Не зря Шкурит, стоком убивают Ген, ты прости, что не поверил тебе сразу Да не сказать по правде Я в какой-то момент и сам подумал Что это я действительно её пристрелил, понимаешь Ну какая бы шанса, что собака наступила на курок И не один раз, а дважды Да Ну или трижды А это я пока конфискую Тем более завтра рыбалка Пока, Ген Ну что, пап, ты чемпион? Ага Сейчас Петров выиграл Всю рыбу гад в озере переглушил Моим шокером А куда же смотрели судьи? Так он и есть Официальный судья Единственное, что меня греет Кое-кому сегодня похуже, чем мне Господи! Нужная жизнь общажная Беспондовая Но кайповая Универ Сегодня в 8 вечера На ТНТ